Дима, реализации никакой. Все идет, а игры нет. Затем нет. Реализовывай моменты, те, которые у меня есть. А их было уже много. Эпилог сезона в детском хоккее Камчатки был не менее валидольным у тренеров и их подопечных, чем у взрослых игроков в минувшем краевом чемпионате. Традиционно детский турнир проводится в трех возрастных группах. От самых юных мальчишек до парней 15-16 лет. Первенство собрало 14 лучших коллективов из краевой столицы Елизово, Камчатска, Мильково и Вилючинска. Этот турнир закрыл хоккейный сезон на Камчатке. После него мальчишки повесят амуницию на гвоздь до конца сентября. Когда вновь в единственный доступный для всех местный арене атмосфера зальют каток перед новым сезоном. Нехватка льда, нам нужен лед и в Мильково, и в Елизово, и естественно в Петропавловске. Тогда и дети пойдут, и больше детей будет. Не хватает в крае и квалифицированных хоккейных арбитров. Матч любительского чемпионата среди мужчин на Камчатке попеременно обслуживает бригады судей, составленные из игроков других команд. То же и в подростковом хоккее. Например, Павел Разумный играет на льду за родную идею США всего два года. Однако уже входит состав взрослой команды «Адмирал» и облачается в полосатый свитер, параллельно обслуживая матчи своих сверстников в турнире, где сам же и участвует. Ребята вчера видели тебя в форме, общались как с равным, а сейчас нужно резко перестраиваться на уровень уважения, то есть какого-то толерантности. Ну немногие, многие начинают общаться так же с тобой, приходится применять жесткие меры. А после игры выясняйте отношения, это немножко такси. Ну нормально, сегодня судьи, завтра уже игрок, уже нормально. В детском хоккее есть все то, что присуще эстетике хоккея в исполнении взрослых игроков. Та же интрига, накал борьбы, споры с арбитрами и неутолимое желание побеждать. Правда, в детском хоккее запрещена жесткая силовая борьба. Период длится на пять минут меньше, а вместо двухминутных удалений пострадавшей исполняет буллит в ворота обидчика. Зато опыт и мастерство самых усердных и талантливых игроков растет как на дрожжах и успешно применяется ими на практике. У одних это получилось лучше, другим результат первенства стал пищей для размышлений. В старшей группе победу во всех встречах и как следствие во всем турнире одержала команда Кречет из Петропавловска. В средней группе также, без потерянных очков, уверенно победила команда из Усть-Камчатска. В младшей группе со стопроцентным показателем по набранным очкам, уверенно победила команда Вулкан-1 из Краевой столицы. Серебро и бронзу первенства домой также увезли мальчишки из Елизова и Милькова. Конечно, рост и динамика развития есть на глазах. Школа начала работать, пошли дети, мы со Спартака их, тренера, ходили, вытаскивали, кто там более-менее применительно стоит. Поэтому немножко-немножко какие-то навыки там даны. По итогам краевого первенства будут сформированы расширенные составы сборной команды Камчатского края в трех возрастных группах для участия в дальневосточных турнирах. Следующие соревнования юных хоккеистов Камчатки намечены на осень. В конце сентября и начале октября в Петропавловске пройдет открытый кубок Краевой Дьюс США по хоккею с участием команд со всего полуострова. Этот турнир станет открытием уже нового хоккейного сезона для детей Камчатки. Дмитрий Пюкки, Матвей Промошин, информационное агентство Камчатки.